Привет! Мы подумали, что сегодня у нас не было моря в Эфире, поэтому мы решили немножечко вам помочь получить витамин С прямо с острова Таиланда. Мы находимся на пляже Липаной и сегодня мы просто будем гулять по этому пляжу. Я немножко расскажу, что это за пляж, потом немножко, да, согласен, стараемся не просто море показать, а море с закатом, чтобы было прям вау. Да-да-да-да-да, нас тоже. Сейчас время ровно 6, да? Сейчас время 6.08. Сейчас как раз самое закатное время. Да, самое закатное время. Вот, сегодня мы будем говорить про пляж Липаной. Будем говорить о том, что мы будем говорить завтра. Сделаем небольшой анонс. Да, вам тоже. Спасибо вам. Вот, а также мы хотели бы рассказать, вообще, зачем мы ведем этот канал, для чего мы это делаем. Потому что у нас уже 300 человек, подписчиков примерно. Да, Катала тоже супер. Круто, я согласен. Да, цель, если меня и ребенка, важный опыт. Слушайте, во-первых, нужно понять, в какое время вы едете. Потому что, если, например, вы едете в мае... Да, я бы выбирал чевенгной, но при этом я бы не выбирал чевенгной, если вы поедете в декабре и в январе. Да, напишите месяц, когда вы поедете. Вот, месяц напишите, я вас прямо точно скоординирую по времени. Вот, даже. 24 марта. Ну, смотрите, 24 марта... Можно на чевенгной ехать. Да, чевенгной, но если... Пожалуйста, не плачьте, все хорошо. Но если там будут дорогие отели слишком для вас, то я бы выбирал еще чевенгмон. Чевенгмон тоже предпочтение. Там очень много людей приезжает. На Панган, на НГ. Что, не знаю. Интересная идея на Панган. Извините, Новый год. Хорошая идея. Если у вас там... Если вы там живете... Мы постараемся с друзьями где-нибудь встретить, потому что я считаю, что... Да... Всяких троллей мы сразу, пожалуйста, отправляем в бан. Короче, мы считаем, что главное не где праздновать, а с кем праздновать. Короче, по поводу марта. Давай полностью раскроем эту тему. Значит, смотрите, чевенгной номер один. Потом, если слишком... Там просто очень много отелей, дорогих 5 звезд. И если по бюджету не получится, тогда бы я смотрел в сторону Чунгмона. А Ла Май? Ла Май тоже. Ла Май тоже. Причем Ла Май, наверное, даже в первую очередь рассматривал, потому что там уже волн не будет. Вот. Точно. И... Правильно, вы встретите, что-то еще что-нибудь? Как вам, мне кажется, вот не то, что вы показываете. Да? Ну, вот Света говорит, ну-ка, ну-ка, покажи что-нибудь еще. Я как раз сейчас покажу вам что-нибудь еще. Это отель. Называется он Ники Бич, по-моему, да? Нет, нет. Вот. И здесь часто отдыхают звезды всякие. То есть я помню, когда заходил через Sun Resort, то там фотографии были со всякими звездами, которые здесь приезжают отдыхать. Например? Ну, не помню. Сколько у нас времени? 6.11. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот. Поэтому Ла Май, Чулингной и, соответственно, Чунгмон. Почему не другие какие-то пляжи? А Бантай? Бантай. Вот, кстати, как раз Бантай тоже. То есть почему в первую очередь и три пляжа? Да, почему в первую очередь эти три пляжа? Потому что у них достаточно хорошая инфраструктура. То есть если Чулингной просто хорошо расположен, от него можно доехать быстро до Чивенга и даже дойти можно до Чивенга, а там, соответственно, вся движуха. Вот. Можно также и Чивенг тоже выбрать, но он может быть дороговат. Но, в принципе, его тоже можно рассматривать. То есть Ла Май и Чивенг у них самая развитая инфраструктура. Вот. Поэтому их обязательно стоит рассматривать. Чивенг... Ла Май, Ла Май еще не было. Это не Ла Май. Это Ли Паной. Да, до Ла Май мы еще не доехали. Да. Пожалуйста. Допустим, на Ла Май нельзя увидеть закат. На Ла Май нельзя увидеть закат. А вот, кстати, на... Да. Английский как бы... Английский очень важен. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Как раз такое время закат и море. Вот там далекее паром идет. Да. Вот там... Видите, мы прямо на горизонте. Да, вот там... Видно, видно, видно. Да. Вот куда-то тоже назад. Вот мы оттуда пришли. Вот. Приезжайте. Температура где-то 30 градусов. Воды где-то 28-29. Не, мы на ПМЖ здесь... Второй год скоро будет уже. Два года уже скоро будет. Да. Правильно сказать. Два года уже будет. 30 ноября. Да. Уже темно. Уже цикад скоро закончится. Тут вообще в этом отношении Таиланд немножко вначале удивлял, потому что здесь очень быстро темнеет. И я помню, когда дома искал. Едешь так, куда-то заехал очень-очень далеко. И да, у нас свое агентство недвижимости на СМИ. Мы ищем жилье для туристов. Ну и для тех, кто хочет инвестировать в свои средства. И бывало такое, заезжал куда-нибудь как бы вглубь острова и резко стемнело. Да. Резко стемнело. И ты такой едешь и думаешь, блин, вообще где я? Как отсюда выбираться? Потому что все по-другому немножко. Вот. Слева лизачочки. Кривая пальма. Ребят, привет. На Чивенке новая одна пятерка. Есть в студии на самом деле? Есть, конечно. У Часатара там разве не пятерка? А Эмпиано разве не пятерка? Пятерка, мне кажется. Мне кажется, что пятерка. Там много вариантов. Там Саран. Мне казалось, что там очень много. При этом вам нужно... Я бы еще, знаете, как сделал? Я просто гугл мапы открыл и посмотрел, что находится рядом с берегом и чуть-чуть метров 300 от него. Там тоже есть интересные варианты. Вот. Так что изучайте. Надо еще лучше изучать. Тогда будет понятно. Так. Пока вопросов нет. Расскажу дальше про то, зачем мы ведем канал. Мы ведем его для того, чтобы люди лучше представляли остров. Что из себя представляет остров Самуи. Так. Понятно. Сколько сейчас в студии можно купить? Вы знаете. Есть хорошее приложение. Там от миллиона двухсот. Есть прям очень хорошее. То есть были бы деньги, я бы наверно туда вложил. Миллион двести тысяч бат. Да. Миллион двести тысяч бат. Да. Реклама Таиланда. То есть мы хотим. Не Таиланда, а Самуи. Ну да и Таиланду в связи с ним. Мы хотим, чтобы люди лучше представляли остров Самуи. Знали о нем больше. И им просто было комфортно отдыхать здесь. Ну примерно один к девяти. То есть один не к девяти. Один к восьми. Один к восьми. Один. То есть за один бат вы получаете 1.9 рубля. Примерно. У нас есть свой канал на YouTube. Но он вот такой знаете. Больше рабочий. Больше рабочий. Потому что мы в основном заливаем туда видео обзоры домов. Потому что мы считаем, что видео обзор дома это. Ну он дает больше представления о своем жилье. Вот. И побывав, пройдя просто посмотрев видео вы будете лучше понимать, что из себя представляет жилье. Жилье дешевле. Ну не знаю. Раньше как бы было наверное дешевле. Потому что когда мы переезжали два года назад. Дом стоил 10 тысяч бат. И на наши деньги это было 10 тысяч рублей. И это было круто. Сдать. Ну опять же надо думать. Слушай, если у тебя есть такие вот вопросы хорошие, да. И ты серьезно настроена. Наверное ты анализируешь. Или настроен. И ты анализируешь наверное куда инвестировать там. В Паттайю. В Пукет. Нам на почту напиши. Мы с тобой предметом поговорим просто по скайпе. Вот. И я расскажу примерно. Как вообще, в какую сторону думать и так далее. Спасибо за ваши комменты, за ваши сердечки. Да. Спасибо. Идем в этот сезон. Сейчас идем немножко щука-кос. Мы только что вернулись с трекинга по джунглям. Который у нас занял в одну сторону. 40 минут вместо предполагаемых 20. В общем мы там нормально так прошастали. По джунглям встали. И я хочу попрос. Пальмочки. Вот смотри слева пальмочки. Да. Вот пальма. Сейчас уже вечереет. Поэтому немножко пикселей больше становится. Пойдем в ресторанчик. Света не терпится какую-нибудь кокоса купить. Пойдем в русских. Но на самом деле на самом деле меньше всего русских. Вот если брать мне кажется курорты. Хукет, Паттайя. И на самую меньше. Мне кажется больше всего русских в Паттайе. И привет да. И на Пукете. Вот. Два раза дороже рубля. То есть цена что в батах надо умножать на два и будет рубля. Да. Совершенно верно. Если не хочешь заморачиваться просто на два и все. Что можете сказать об отеле Iris? Что можете сказать об отеле? Слушайте. Тут такая ситуация что мы в отелях не сильны на самом деле. Мы в них вообще не отдыхали на самом деле. Не. Мы знаем некоторые хорошие отели. Где у нас знакомые отдыхали клиенты. Но про отеля Iris конкретно мы ничего не можем сказать. Так. Надо бы разобраться что у них тут есть. А все. Света. Касаемо не понравилось. Я вот знаете что думаю. Что очень тоже многое зависит от района. Могли бы приехать. Мы знаете как переехали на Самуи. Мы там изучали предложения. А волны не дали купаться. Но вот кстати в этом отношении. Я пока погуляю. Покажу что из себя представляет. В этом отношении нужно внимательно смотреть на погоду. Вот у нас есть Татьяна на сайте. Погода на Самуи. Там как раз раскрыта тема. Какое лучшее время переезжать на Самуи. То же самое нужно делать вообще куда бы вы не ехали. То есть. Пукет он вас должен научить. Подготовке. Мы вот например. Они кстати отвечают что мы. Так. По поводу дизайнеров. Три потом еще вопроса. Потому что я пропустил. Мы здесь по рабочей визе. То есть. У нас компания. У нас лицензия. Мы платим налоги. И соответственно. У нас есть фортермит. Вот. И. Вот мы недавно ездили. Не то что недавно. Мы год назад ездили в Малайзию. Мы из Перми. Да. Привет. И. Мы читали очень много про Малайзию. И. Все говорили что. Что это такое там. Как бы нечесть смотреть Куалумпур один день. В итоге. Когда Света как следует. Изучила информацию. Оказалось что Малайзия это просто офигенная страна. Да. Мы надолго. Вот в саде. Опа. Вот так вот. Косик. Будем. Мы сейчас пойдем с ним гулять дальше. Да. Мы сейчас пойдем с ним дальше гулять. Вот. И. Касаемо завтрашних выпусков. Света будет рассказывать про самостоятельное путешествие. Да. Как Канад. Мы вместе будем. Я буду там иногда поддакивать. Вот. Но. В основном. Да. Она все равно будет еще перебивать. Я не сомневаюсь что в Доминикане очень круто. Но так как мы находимся в Азии. То. Здесь имеет смысл пользоваться вот этой вот крутой авиакомпанией. Давай. За вас. Света говорит за вас. Ужена. Вот. Лёва завтра идем на Бондо. Я договорился. Да. Кстати. Отлично. Ты с кем договорился с Бондом что ли? Кстати. Кто смотрел Бондо стоит идти или фигня? Да. Я противоречивые отзывы читала. Света интересуется стоит ли идти на Бондо. Там вообще киноманы. Каждую среду может искать нас в кинотеатре. Кстати да. Информация для тех кто еще собирается здесь жить. Допустим. Если вы любите кино имейте ввиду что здесь есть кинотеатр. Даже два. И по средам там скидки 50%. Стоит? О здорово. Отлично. Мы очень любим Бондо. Смотри кстати как сильно в пикселях стало. Да. Из-за того что потемнело. Из-за того что стало темно. Все стало сразу в пикселях. Ничего не видно. Что назад пойдем? Не знаю. Давай давай. Присядем где-нибудь вот здесь. Немножко пообщаемся и закончим. Что же темно. Что стало слепо стало. А мы просто были. А ты Антон? Да Антон Сильванов нас смотрит. Антон привет. На каком языке? На английском языке как вы говорите. А вот. Так что завтра сходим на Бондо. Расскажем наше впечатление. Потом расскажем вам про самостоятельное путешествие. Это Света будет вещать. Вот. Потому что в Азии есть всякие интересные моменты. Спасибо. Которые нужно знать. Интересные сайты. Которые взять нам уже на карандаш. Вот. Покажи вам тут что-нибудь. Да. Покажи вот тут что-нибудь. Она кстати держи. Что подсвечено. Я вам буду показывать что подсвечено. Долго планируете? Не знаю. Планирую долго. Вчера мы погадали. Мы семейная пара. Мы поженились на самой. Вчера мы погадали в буддийском храме. Кирпу выпало. Не переезжайте никуда. То место где вы живете принесет вам очень большой успех. В общем поэтому мы никуда не собираемся. Построим тут саму свою империю. Да. Вот. Спасибо. Да. Подписывайтесь. Можете также поделиться со своими подписчиками. Смотрите. Расскажите про свадьбу. Да. Сейчас расскажем. Чтобы поделиться. Давай я расскажу. Мало кто знает. Кто пользуется Apple, то влево так проведите пальчиком по экрану. Появится поделиться с подписчиками. Вот. А кто пользуется Android, то снизу вверх пальчиком по экрану поведите. То ставится поделиться с подписчиками. Про свадьбу. Да. Называется тема про свадьбу. Пойдем назад. Назад, да, идем? Ну да. Я думаю пора. Нет уже. Это так-то интересная тема. Может быть ее отдельно сделать? Это капец интересная тема. Да. Причем мы завтра про путешествия уже обещали. Давайте завтра про свадьбу скажем. Слушайте, вот свадьба вообще очень-очень важная и интересная тема. Пока не планируем. Пока не планируем. Пока не планируем. Нам нужно будет еще немножко подготовиться, наверное, чтобы по максимуму информации вам дать. Потому как мы там очень серьезно собирали информацию. Мы прям пострадали немного там. Да, нас попытались развести на деньги. Да, там. Поэтому завтра вечером мы обязательно куда-нибудь перейдем и расскажем вам свою историю. Давай кромки подойдем. Кромки? Смотри, вот ты когда... Ты посмотри, что в экране происходит? Вообще ничего не видно. Все, давай пошли назад уже. Офигеть. Темнота. На самом деле тут видно море. Вот нам не видно море. Зря мы ушли. Кстати, пока мы здесь были, по свадьбе это ко мне. Вот Антон Салиманов. Салиманов. Да. Он вас тут поженит. Вот. И... Получается, свадьбу завтра тогда раскроем? Да. Давайте раскроем тему свадьбы. Мы скажем так, вот просто немножечко про себя, да. То, что мы как бы не женаты... По российским законам. По российским законам. Да. Антон, ты просто завтра может присутствовать. Там какие-то комментарии может дельные дать. Вот. И мы официально женаты в Таиланде. Да. И нам нужно еще провести определенную работу. Мы знаем, что нужно делать. Легализовать документы. Легализовать документы. Чтобы легализовать документы. Вот. И в России, чтобы мы были женаты. Но мы это сделаем. Мы это сделаем. Так что... Проведем тоже работу в этом отношении. И сделаем все. Ну, собака к нам идет. Мы расскажем про бонусы, которые дает свадьба, да. Да. Для девушки или для мальчика. Вот, кстати, Света хочет показать корни. Как выглядит. Сегодня мы насмотрелись на корни. Да. Ладно. Так что давайте прощаться. Спасибо, что были с нами. Родители живут в Перми. Да. Дома. Обязательно, да. Подписывайтесь. Ставьте сердечки. Делитесь со друзьями. В общем, будет еще интересно. Пока. Так что, да. До завтра. Пока. Так. Надо вот так вот сделать. Сейчас. Сейчас бы еще... Давай, я подержу. Давай, я подержу. У меня шутупик. Дома. Дома.